После игры есть жизнь. Порой мне кажется, что это было не со мной. Что это был другой какой-то человек. Мы загрузили КАМАЗ с огромным прицепом леса, работали всю ночь, нам заплатили 5000 рублей. И я свои деньги даже до дома не донес. Оказался в очень плохой ситуации, в полиции. В общем, я не был ни в чем виноват практически. Но так получилось, что я там оказался. С ребятами. Они курили, а я просто рядом стоял. Постоянные мысли в голове о том, что все, 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 все. Жизнь кончилась. Ничего не будет больше. Не играл и по полгода, и по 9 месяцев, по году не играл. Но каждый следующий вход в игру был дороже, чем предыдущий. Мы можем войти в игру и хоть из-за чего вообще. Но выход всегда один. Без денег, с долгами и в депрессии. Там нет ничего, что можно оттуда вынести. Это просто пустота. Туда можно только занести, бросить свое здоровье, деньги, жизнь. Каждая дневная работа, она на дистанции дает результат. Очень важно себя сравнивать не с другими людьми, а себя сравнивать с собой же. Деньги не портят людей. Точно не портят людей. Они подсвечивают те качества, которые в тебе есть. Ты можешь делать все, что угодно, но это твоя ответственность и твоя жизнь. Хочешь курить? Вот последствия. Хочешь играть? Вот такие последствия. Продолжение следует...